Для вашего удобства мы разделили это видео на главы и создали группу, в которой дублируем аналитику проектов. Также мы добавили ссылку на Notion. Переходите, чтобы ознакомиться детальнее. Все наши видео мы делаем бесплатно и беспристрастно, поэтому, пожалуйста, поддержите нас пальцем вверх, комментарием и подпиской. Да, сегодня я расскажу про проект InvestDex. Это проект, который разработала китайская команда, который впитал в себя лучшие функции таких проектов для менеджмента, вернее, таких платформ для менеджмента проектов. Jira, Monday, Trello и подобные проекты. Но это все было реализовано именно в свете крипты. То есть главный концепт заключается в том, что у каждого пользователя будет такой workstation, куда он может заносить свои данные по поводу различных токен сейлов. То есть вот мы видим на макапе примерный такой пример, допустим, что там есть какой-то токен подкастартер, у него есть категория риска. Дальше пользователь добавляет какой-то ивент, который будет проводить, допустим, с запуском VP. Он выбирает дату, выбирает приоритет, там, допустим, насколько нужно на это все обращать внимание. Вот. И затем добавляет какой-то результат. Вот. И таких ивентов может быть много. То есть, допустим, это может пригодиться трейдеру, который, допустим, будет смотреть за тем, как тот или иной ивент будет влиять на цену токена. Так и на обычного пользователя, который просто хочет не забыть о предстоящем IDO, либо токен сейлов, чтобы успеть купить монетки. Вот. Также, кроме этого, у каждого проекта на платформе Investdex будет свой рейтинг. То есть, допустим, будет пятибалльный рейтинг, точнее рейтинг, который выставляется по пяти критериям, критерии пока что тоже не разглашаются. Но это понятно, что это комьюнити рейтинг, рейтинг самого проекта, команды, то, как цена повлияла и его токен сейл. То есть, то, насколько продукт сильный. Вот. И затем можно будет определить уровень риска, то есть, насколько рисково вкладываться в данный проект, покупать токены и какая вероятность токула. Также будет функционал поиска именно парсинга децентрализованных бирж. То есть, пока что поддерживаются и Uniswap, NKXwap и Trustswap. То есть, можно будет посмотреть какие-то новые токены. То есть, насчет PankXwap у меня тоже вопрос, потому что, допустим, на PankXwap, насколько я знаю, до сих пор на несколько сотен тысяч блоков отстает статистика. Насколько она на InvestDeX будет подтянута актуально, тоже вопрос. Но на Uniswap можно актуальную статистику смотреть прямо онлайн. Вот. И с помощью данного инструмента можно будет находить новые токены, которые вот только залистились, получили. Либо boost в цене, либо boost в ликвидности и зайти одним из первых пользователей и хорошо заработать. Вот. Также доступен встроенный Uniswap модуль. Тоже про него расскажу. То, что пользователям не нужно будет уходить в сайт InvestDeX и затем менять токены. Вот. Ну, пока что работа, вернее, платформа работает в формате MVP, то есть, ну и функции недоступны. Но расскажу про то, что уже удалось вам посмотреть, что уже работает. То есть, на данный момент платформа поддерживает эфир, Binance Machine и Polygon. То есть, вот Uniswap и PincakeSwap здесь можно посмотреть статистику. В разделе Dashboard можно найти проекты в Spotlight. Но сам личный кабинет, точнее, сам профиль проекта пока что открыть нельзя. Вот. То есть, ни одного проекта, пока что личный профиль недоступен. Потому что, я так понял, что еще просто этот функционал не допилили. Дальше, допустим, если перейти на функционал B, то здесь более-менее все уже работает. То есть, мы видим пару токенов, точнее, мы видим пары, которые можно отфильтровать по объему ликвиденности, объем торгов, изменение объема, то есть за сутки прошедшие, ну и другие критерии. И отфильтровать. То есть, я так понял, что сюда парсятся все токены, которые на данном моменте будут на Uniswap. Вот. И можно посмотреть, вообще, какая статистика на рынке происходит. Ну, то есть, для меня, например, было таким сюрпризом, то, что сейчас на PincakeSwap, точнее, на Uniswap, FeeUSD по капитализации обогнал Tether. Дальше. Можно посмотреть Pair Explorer. То есть, как я понял, что здесь тоже не совсем это видопилено, потому что не совсем удобно искать новые пары, вот, и рейтинг везде одинаковый, но можно посмотреть главную статистику о том, что, то есть, статистику по цене, так понял, что она через трейдинге подтягивается. Также основную информацию по токену, то есть, ее профиль в других соцсетях и другую информацию, а также истории трейдов. То есть, может, кто-нибудь пользовался DexGuru, примерно то же самое. Также здесь есть возможность добавить пару в Workstation, но пока что я не нашел, куда эти все токены сохраняются. То есть, я так понимаю, что это такая кнопочка на будущее, куда можно сохранить какую-нибудь пару, за которой вы следите каждый день, добавите Favorite, вот, и затем за ней наблюдать. Она, по-моему, будет отображена в Dashboard после того, как оно будет допилено. Вот, здесь есть возможность MailWatcher, то есть, тоже можно смотреть крупные транзакции, которые изменяют цену токена на какие-то более-менее внушительные суммы. То есть, здесь мы видим транзакции в эфирах, точнее, ее объем в эфирах, общий объем в USDT, и затем можно будет транзакцию глянуть на Wexplorer. Вот, то есть, здесь можно выставить тоже минимальный объем транзакции в USDT и минимальное количество. Также в разделе PullXplorer можно будет посмотреть тоже различные информации по пулам. То есть, допустим, можно увидеть, что есть какой-то токен, я запомню, что это пул ликвидности, то есть, куда можно закинуть токены на Uniswap. То есть, просто нажимаем кнопочку Add, и затем переходим на Uniswap сейчас. Вот, в принципе, тоже работает все это в тестовом режиме через раз. Вот, посмотрим PancakeSwap. Здесь, в принципе, то же самое, только на Binance Smart Chain. Тоже можно посмотреть основные топовые токены, которые сейчас торгуются на рынке. Тоже для меня было сюрпризом, что BUSD по капитализации почти два раза вогнал тезер именно в сети Binance Smart Chain. Вот, и про последнее, наверное, что на сегодняшний день хочу рассказать именно по платформе. Это вот про эту функционал Multiswap. То есть, есть возможность зайти в эти swaps, раздел Multiswap. То есть, наверное, будет еще топилины ConcakeSwap и QuickSwap, но пока что доступен Uniswap. Вот, мы сюда посоединяем кишелек, это масло, то есть у нас в небольшом окне открывается сайт Uniswap. Сюда мы посоединяем кишелек, и затем выбираемся, подключаемся к Мейнету, и можем проводить обмены прямо здесь. Не знаю, насколько это может быть удобно для других пользователей, то есть не знаю, насколько неудобно переходить на другой сайт, покидать Uniswap. Ну, такой функционал есть, может быть, из этого что-то интересное получится. Затем, если поговорить про их токен сейл, то я, к сожалению, не нашел информацию, сколько они собрали денег, потому что на сайте ICO Holder никакой информации внятной нет. Команда проводила раунд весной на платформе DuckStarter. То есть с ней у них был низкая такая рада, не был присейл с 6-го на 5-го, затем с 6-го на 7-го у них был паблик офферен. То есть вот в начале июля. Вот, сейчас цена токена значительно упала, то есть она упала с 20 центов до 3 центов, если я не ошибаюсь. И стоит с токен достаточно дешево. То есть, ну, думаю, что это связано как раз таки с тем, что платформа еще очень сырая, и для того, чтобы реально это было таким дешбордом трейдера, на самом деле, наверное, штука очень удобная, когда все твои главные ивенты и вся информация находится вот в рамках одной экосистемы, и тогда возможности реально не захочется уходить с платформы InvestDag для того, чтобы менять монеты. Вот, но данный функционал еще не допилен, то есть все выглядит очень симпатично, но в формате макапа. Вот, в принципе, на этом все. Всем спасибо. Так, давайте дальше, и тогда мы перейдем к Марине сегодня еще. Так, всем привет. У меня, кстати, сегодня как раз ресерч по VitaDAO. Я попытаюсь рассказать вообще, чем занимается платформа и как она работает. Так, ну и, собственно говоря, что такое VitaDAO, да, это централизованная организация, из названия, понятно, что DAO, и они вот как раз, да, финансируют исследования в области человеческого долголетия на ранней стадии. Причем, опять же, да, у себя вот в медиуме они писали, в чем вообще проблема, почему их платформа появилась. То есть, прежде всего, как бы, из таких барьеров, то, что такие исследования требуют достаточно много средств, и, как бы, обычным юзерам, да, это недоступно. Плюс, даже если кто-то там пытается донатить, они не могут точно знать, там, кому они продонатили, какие результаты, да, то есть, что делает там определенная лаборатория. И VitaDAO позволяет, в принципе, отслеживать и постоянно голосовать за тот или иной проект. То есть, платформа вообще сама по себе нацелена именно на активное вовлечение участников в голосование за принятие любых, в принципе, решений. Вот, это очень здорово в этом плане. И если мы посмотрим, как они работают, вот, система выглядит следующим образом. То есть, в центре у нас есть VitaDAO, и есть два вида, скажем так, вещей, которые они монетизируют, да, и для чего вообще они работают. Первое – это IP NFTS, то есть, это интеллектуальная собственность, да, там, патенты, лицензии, которые конвертируются в NFT, в NFT-шки, и продаются разнообразным, там, фармацевтическим, или каким-то медицинским компаниям. И второе – это Data Assets, это данные исследовательских разработок, которые выставляются, ну, планируются, по крайней мере, да, выставляются на маркетплейсах типа Ocean. Причем, вот такой вот маркетплейс, он, да, вот Ocean, он уже есть, он сейчас, правда, работает в бета-версии. Здесь можно посмотреть, как он, в принципе, выглядит. То есть, по факту, это данные исследований, которые ресерчеры предоставляют на платной основе. И эти средства, они возвращаются обратно в VitaDAO, и VitaDAO их с помощью голосования всех членов коммунити, у которых есть токены Vita, да, они голосуют к кому, вернее, ну, к какой лаборатории, к какому проекту будут эти средства, каким образом. То есть, выглядит это все примерно следующим образом. И опять же, чтобы стать членом VitaDAO, нужно просто купить токены DAO. Причем, они говорят, что даже если у вас есть один токен, да, то вы уже можете спокойно голосовать за принятие каких-либо решений. Но, кстати, помимо этого, помимо самих стейхолдеров, да, есть еще несколько, скажем так, лиц, которые участвуют в работе платформы. Значит, первое, это так называющаяся рабочая группа, working groups. Они, по факту, предоставляют экспертизу и адвайзерство для платформы VitaDAO. Любой, в принципе, человек может подать свою заявку в эту группу. Тут мы видим их семь штук разных. Вот, если мы зайдем посмотреть на working groups, будет видно их описание и чем они занимаются, да. И все, что вам нужно, чтобы попасть в эту группу, это просто, да, обладать каким-то квалификациями и каким-то определенным опытом. То есть сюда входят в эти группы люди, которые сильно что-то понимают, разбираются в этих вещах. В частности, как мы видим, есть здесь группа LongLivity, также есть группа Legal. И вот эта вот группа Legal и LongLivity, эти две группы, они в основном отвечают именно за то, как будет NFT-шка коммерциализироваться. То есть как этот патент будет выходить на рынок или продаваться другим компаниям. То есть они сотрудничают с проектами, да, исследователи на этой платформе и предоставляют, скажем так, план защиты, да, то есть план того, как их патент будет реализован. Также на платформе есть третий тип юзеров. Это так называемые service providers, то есть поставщики услуг. Это участники, да, это по факту компаний, мы здесь видим название, опять же, здесь есть и молекул. Молекул, они предоставляют разнообразные услуги, по факту обеспечивают вообще жизнеспособность данной платформы. То есть, например, молекул, да, они там отвечают за архитектуру, за бизнес-девелопмент, за то, как вообще интеллектуальная собственность конвертируется в NFT-работы. То есть они именно им придумывают эту концепцию. Например, там, Lineum Labs, они разрабатывают для них смарт-контракты, их поддерживают. Там, Curve Labs занимается governance, там, аудитом, прочее, прочее. И, кстати, сейчас секундочку перейду. Здесь, если мы посмотрим в партнерах, мы видим и молекулы, и Lineum Labs, и вот, кстати, этот же Ocean Protocol, который по факту будет являться основным маркетплейсом даты, то есть данных, которые они будут продавать. Вот, это что касается самой системы. Дальше, важный момент, сейчас, секундочку. У себя white papers, они написали, что вот как с технической стороны устроена их платформа. То есть, они используют governance и стейкинг, смарт-контракты, которые, ну, по факту форму, туда и модифицированы от молокдау. Дальше, liquidity, первоначально, то есть, liquidity bootstrapping, они проводили, то есть, раздавали свои токены через аукцион Gnosis, я чуть попозже расскажу об этом. Токен, естественно, Vita, да, опять же, для того, чтобы юзеры голосовали, используется кошелек с мульдеподписью Gnosis Safe. И, естественно, да, там, данные и патенты, они корректируются в NFT-шке. Сейчас немножко расскажу еще про токи. Значит, да, самое интересное, юзеры, которые стейкают Vita-токены, что они делают? Они определяют, какое исследование будет финансироваться, каким образом, да, то есть, как оно будет управляться, и также они могут голосовать за то, как, скажем так, хранилище, да, Vita-down treasury будет управляться. Что такое Vita-down treasury? Если мы посмотрим на токеномику проекта, то мы увидим, что 70% токенов, да, находятся в treasury, и 30% распределены между юзерами, то есть, обычными холдерами, стейками токена, между сервис-провайдерами и рабочими группами. И здесь важный момент, что вот эти вот 70% это даже еще, как бы, по факту не сменченные токены, которые будут дальше, как бы, выпускаться, да, и будут направлены на последующее развитие платформы. И важный момент, что здесь они отмечают, что Vita-токены, они не гарантируют собственность тем проектам, которые вы финансируете, но вы можете, как стейкер-холдер этого токена, решать, каким образом, да, этот проект будет коммерциализирован, и каким образом он будет донесен уже до конечных покупателей, то есть, в принципе, до пациентов, как он будет внедряться, да. Это, что касается токеномики. Дальше они, кстати, вот опять же, про токен Auction, это вот этот Community Genesis, они проводили на платформе Gnosis Auction. Коротко, это выглядит следующим образом, да, как это работает, то есть, VitaDAO поставили минимальную цену токена, минимальную цену за токен, поставили количество, которое они хотят продать, и юзеры приходили, да, и выбирали там, сколько они хотят купить, по какой цене, причем цену они устанавливают такую, которую они считают справедливой, да. И после определенного времени, да, когда заканчивается этот аукцион, вычисляется clearing price, по которому уже раздаются токены. Если юзеры, как бы, вошли в этот clearing price, они получают токены, если ставка их была чуть выше, это clearing price тоже. Если не вошли, то есть, их предложение было ниже, они не получили. Но, опять же, поскольку сразу после аукциона токен сразу залили на Uniswap, там спокойно его сейчас можно купить. Дальше, еще важный момент, значит, помимо всех вот этих функций, для чего используется VitaToken, его можно стейкать. И здесь важный момент, что если мы посмотрим, сейчас, например, LaunchTower, зайдем на саму платформу с голосованием, сейчас она подгрузится, здесь мы вот видим, да, о голосовании, и вот есть первый проект, для которого сейчас собирается, проводится голосование, да, это финансирование ресерческой лаборатории, которая находится в Дании. И здесь самое важное, что каждый проект, по факту, когда приходит на платформу, он обязан, как бы, показать этапы, да, то есть, сколько этот этап длится, сколько им денег нужно. И вот стейкеры, вернее, холдеры этого токена, они могут стейкать свои VitaToken для поддержки этих проектов на долгосрочной основе, то есть, по факту, показывая, ну, свою заинтересованность, да, в этом проекте. Причем, если вы, например, тут первая фаза, при 12 месяцев, то есть, по факту, год, если вы считаете, что это хороший проект, вы хотите его поддержать, вы стейкаете токены, и они там онлочатся прямо на весь этот этап. Вы не можете их забрать. Но, как только этап заканчивается, естественно, вы можете забрать обратно свои VitaToken, и пока вы стейкаете, вы тоже будете получать вознаграждение. То есть, это что касается, в принципе, работы VitaToken и то, как обычные юзеры, да, могут взаимодействовать с проектом. Дальше, сейчас немножко перейду сюда. У себя White Papers, они рассказали, в принципе, в общих чертах, да, как работает интеллектуальная собственность и NFT. Значит, первый важный момент, то, что сама платформа VitaToken напрямую владеет правами интеллектуальной собственности в проектах, которые они финансируют. Плюс, молекул, они им предоставили структуру, которая называется BioPharma IP NFT. То есть, она позволяет владельцу вот этой вот патента, да, интеллектуальной собственности, форме лицензии, приклепить свой вот этот вот патент к NFT-шке, и потом передавать вот эту NFT-шку, там, владельцам, да, каким-то новым людям. Причем, идентификаторы вот этих вот цифровых активов, да, то есть, все данные, они хранятся в сетях хранения файлов типа IPFS или Airway. Также, кроме этого, да, можно сделать так, чтобы вот эти вот конфиденциальные данные были защищены следующим образом, чтобы только владелец NFT, например, мог смотреть их, да. Кроме того, еще важный момент, что при передаче NFT, то есть, при продаже ее владелец NFT и покупатель NFT, они должны будут подписать так называемое криптографическое сообщение, да, которое тоже будет в себя включать ссылки на транзакцию, всякие юридические подписи, и это все разработано было впервые, вот у них указанная компания OpenLaw. Да, то есть, это то касается того, как NFT превращаются в, вернее, как интеллектуальная собственность патента превращается в NFT. Дальше, что касается дата ассетов. Дата ассеты, да, то есть, это те данные, которые по факту являются результатом исследований, и сама платформа изначально будет хранить эти данные, будет делать их, естественно, там, доступны для своих участников, а потом будет их монетизировать через такие площадки, опять же, как Ocean Market. Но тут есть еще такой момент, то что вот эти дата ассеты, то есть, грубо говоря, результаты исследований, они могут быть предоставлены в виде каких-то там необработанных данных, да, изображений или там PDF-файлов. И если мы зайдем на Ocean Marketplace, мы, в принципе, увидим, что здесь сейчас подгрузится, загружаются там PDF-файлы или просто там в zip-файл накидан на кучу всего, да, то есть, это не NFT. Дальше, есть три вида, они будут разделять все эти данные на три вида. Значит, первый это, скажем так, Public Data Assets, то есть, это данные, которые могут иметь доступ, в принципе, все участники сообщества, да, и они могут голосовать за выставление этих данных на различных торговых площадках. Дальше, второй вид данных это IP Data Assets. То есть, эти данные, ну да, эти данные, они требуются для подачи заявок на патент. То есть, с этих данных по факту формируется сам патент. И третий вид это Progress Data Assets. Это вот как раз данные, которые предназначены для информирования членов, да, у сообщества о результатах исследований, да, и они по факту являются своего рода доказательством прогресса. И важный момент, что доступ ко второму виду данных, то есть, по факту к патентам, да, вот это все интервью тайны собственности, могут получить юзеры платформы, если они пройдут KYC и подпишут соглашение об отказе от конкуренции и конфиденциальности. То есть, вы не сможете их использовать, ничего с ними не делать, но при желании можно пройти данные процедуры и получить к ним доступ, то есть, посмотреть, а что там вообще есть. Вот, и опять же, они говорят, что если проект достаточно хорошо себя покажет, да, у него будет там хорошее исследование, они смогут его тогда лицензировать, да, то есть заняться оформлением его патента и продать его там заинтересованным сторонам, опять же. Но тот доход, который они получат от продажи, будет, то, как он будет распределяться, да, будет как раз решать именно коммунити витадау, то есть здесь полностью все децентрализованно, никто не выбирает, что и как должно делаться. Да, самый важный момент, что проекты, они, когда приходят на эту платформу, их никто не бросает, да, за ними все постоянно мониторят, и, как я говорила, вот эти вот рабочие группы, они как раз осознаны для того, чтобы со всех точек, скажем так, соприкосновения помогать проекту жить. То есть здесь они могут помогать им и с тем, чтобы просто рекламировать платформу, да, привлекать больше людей, то есть в плане юридической части могут им помогать. То есть здесь достаточно, ну, скажем так, все сделано именно для ресерчеров, чтобы они пришли и не волновались за счет того, а как там их будет дальше патент продан, да, то есть сама витадау полностью решает всю эту проблему. Так, все тогда, всем пока, всем хорошего дня. Итак, сейчас я расскажу про Aurora протокол. NERP протокол задумалась также о реализации решений Layer 2 для сети эфира. Там в интервью разработчиков команда подчеркивает, что, ну, так как они в NERP понимают, что, ну, они активно интегрируют свою систему к системе эфира, вот они решили разработать смарт-контракт на NERP, который помогает ускорить и уничтожить текущие смарт-контракты на эфире. Вот что, конечно, должно положительно сказаться на развитие DeFi-инфраструктуры на эфировской сети. Вот. В целом, значит, NERP протокол обеспечивает масштабируемость посредством шардинга. Вот они предлагают такое решение на движке Aurora, собственно, производства, соответственно. Вот реализован бридж, который помогает перемещать эфировские токены на сети Aurora, ну, то есть, получается, NERP протокол, постарались реализовать вот эту идею с Layer 2 более эффективно и незаметно для конечного пользователя. Например, в решениях от Polygon или Optimism пользователь переносит свои токены на Layer 2, затем как-то там взаимодействует с токенами внутри Layer 2, а потом вводит их на Layer 1. Ну, и ждет какое-то время, пока произойдет этот выход, когда его транзакция включится в очередной большой блок. Вот. Aurora, значит, делает весь этот процесс более быстрый и незаметный для пользователя, как я уже сказал, потому что они реализовали это все с помощью следующей системы, то есть транзакция эфира заворачивается в транзакцию NIR, вот, затем эта варепнутая транзакция отправляется на шарду NIR, вот, где посчитывается комиссия газа в токенах NIR, вот, затем она пересчитывается в эфир, и транзакция выходит обратно, грубо говоря. То есть, получается, конечный пользователь платит в эфире, и для него, ну, такое ощущение, что он просто проводит обычную эфировскую транзакцию через MetaMask, например. Ну, собственно, вот в этом вся ссория. Спасибо. Да, спасибо. Есть ли вопросы? Хорошо, тогда давайте перейдем дальше, может быть, потом появятся вопросы. Перейдем к Владу и его ресурсу. Сегодня я расскажу про проект Кироба, что он себе представляет. Это, ну, как они пишут, свобода для контроля твоей крипты, но в целом суть самого проекта и поинт разработчиков в том, что сейчас люди не контролируют свою криптовалюту должным образом. Вот, в частности, это то, что мы, ну, наблюдаем много таких транзакций, которые, там, миллионы скидывают по ошибке на этот адрес, и, собственно, из-за этого они могут потом эти деньги никак вернуть, так как, ну, мы знаем, в вотчейне нет возможности отмены. Вот. И ребята решили, что, ну, это не очень хорошо, что невозможно отменить, потому что, ну, люди склонны делать ошибки, и получается так, что мы просто, ну, теряем деньги на ровном месте. Да, здесь они пишут, что владение криптовалютой и, в принципе, передача – это стресс, и чаще всего все делают сначала тестовую транзакцию на больших суммах, а после уже основную. Вот. Но они предлагают свое решение, ну, так сказать, более интересное. Это underbutton, вот, то есть кнопка отмены. Как это устроено? Да, сейчас. Вот. У нас есть сама менюшка трансфера, да. Ну, естественно, нужно вначале подключить свой кошелек MetaMask, вот, или любой другой. Вот. Ввести сюда адрес эфирный, который мы хотим, к примеру, если мы пересылаем эфир, ну, ввести количество эфиров, вот, и ввести one-time password. Вот. То есть мы делаем пароль, который позволяет транзакции передаваться. То есть если человек, которому мы отправим эту транзакцию, ведет такой же пароль, то он сможет получить транзакцию. Если это транзакция по ошибке, то, соответственно, ну, пароля он не будет знать, и, собственно, через какое-то определенное время транзакция отменится и вернется обратно. Вот. Или же можно это сделать самому. Ну, например, там, да, мы вводим пароль, ну, здесь надо нужно адрес ввести. Вот. Нажимаем трансфер. После этого будет вид, да, вот здесь вот история будет заполнена, и в самой транзакции будет кнопочка under, вот, и мы сможем отменить ее, введя тот же самый пароль, или же даже без него, так как мы отправляли средства. Вот. Ну, это позволяет дополнительно, ну, сделать дополнительный механизм подтверждения. То есть если мы видим, что там наш получатель не получил токенов, и он нам об этом говорит, то мы сможем просто через время отменить эту транзакцию, и, собственно, все. Вот, да, здесь вот есть небольшое видео. Да, так это выглядит. То есть мы вводим транзакцию, вот здесь можем добавить сообщение какое-либо, вот, и если у нас, да, если у нас нужно отменить, то, соответственно, вот здесь будет кнопочка, да, да, здесь будет кнопочка отмены. Вот, и мы можем просто, или, да, это здесь получатель вводит пароль, например, а будет кнопочка отмены. Вот. Примерно так это устроено. Еще у них есть peer-to-peer swap. Это их дополнительная новая фича. Здесь, соответственно, можно без дополнительных посредников просто свапнуть одну монету на другую. Вот. Скорее всего, они для этого пользуются какими-то биржами, но, ну, здесь на этом нет акцента. Вот, то есть мы можем ввести, там, я не знаю, например, столько, 100 эфиров. Вот. И здесь покажет, насколько, ну, насколько мы можем поменять. То есть если не будет хватать ликвидности, то у нас здесь будет указано, что, ну, sorry, вам пока невозможно столько поменять. Вот. И нужно или снизить цену, или же, там, выбрать другой токен. Вот. Так же само мы можем ввести пароль, вот, и после отменить этот свап, но уже в одностороннем порядке, так как, ну, мы не знаем конкретно, кто будет вторым получателем вот наших монет. В целом все, интерфейс достаточно простой. Можно, да, через тестовую сеть работать. И, в принципе, ну, довольно приятно и понятно тут все. У меня все. Спасибо. Да, спасибо. И завершающий доклад у Тани. Тань, пожалуйста, тебе слово. Так, сегодня я хотела сделать обзор на сервис Open Law, вот, который позволяет создавать различные шаблоны договоров и затем в том числе их заполнять, отправлять контрагентам. И, в общем, ну, в основном позволяет различные шаблоны, довольно удобно создавать договоров. Что касается того, как с помощью этого сервиса ну, создать какой-то шаблон договора, то тут у них есть, например, на сайте Beginner's Guide, в котором рассказывается, в целом различные команды показываются, которые надо вводить, чтобы сделать вот такой договор, чтобы в нем добавить различные поля, ну, то есть, там, например, добавить поле для заполнения, company, там, name или effective date, то есть, дата вступления в силу, и чтобы эти поля как-то подписывались. Вот. И тут вот в этом гайде в целом написаны все основные какие-то команды или, ну, варианты, как можно сделать текст договор различным. То есть, можно сделать, там, например, большое такое достаточно поле, чтобы какую-то информацию контрагент записал, ну, или менять какую-то информацию. Тут в целом суммы, денежные суммы тоже подстраиваются, чтобы они вот так, ну, относительно красиво выглядели. Можно вставить, соответственно, такой календарик, где можно выбрать дату, ну, курсив тоже там, то есть, текст различным образом форматировать можно. Можно сделать, например, варианты, из которых человек будет выбирать, какой именно он хочет вариант вставить в договор. Вот. И в целом, ну, выглядит все это довольно красиво. Вот. Ну, вот в этом гайде все, собственно, написано, как создавать договор. И вот, например, можно посмотреть пример такого шаблона. Соответственно, вот у меня шаблон договора, и тут можно выбрать название компании, он его заполнит, ну, название, адрес компании, но тут его можно только из списка выбрать какого-то. Вот. Это так настроено изначально. И, соответственно, заполнить этот шаблон договора, и после этого отправить его можно на имейл контрагенту. Ну, единственный минус, который я видела, когда я вот заполняла договор, что потом, ну, контрагенту отправляется ссылка, во-первых, на вот этот вот шаблон, где он может его посмотреть, и, ну, либо может также заполнить, если у него есть аккаунт на Open Law. Но вот подписать, тут какая-то сложность с подписыванием, потому что когда, ну, я не могла именно подпись вставить, он просто там печатно какой-то текст может вставить вместо подписи. Ну, то есть я, например, там напишу Татьяну Кузнецову, он его вставляет вместо подписи. Вот. Но в целом довольно удобно, и он может просто вордовский, ну, либо какой-то файл отправить контрагенту, чтобы на почту, чтобы посмотреть. И заполнять сами вот эти вот, ну, договор довольно удобно. Вот. Ну, на этом, наверное, по обзору этого сервиса все на сегодня. Да, спасибо. Так, есть ли вопросы по сегодняшним докладам у кого-то? Спасибо.